Как я уже сказал, я рад, что все новые лица, потому что все старые уже на дороге, зарабатывают деньги. Вы следующее поколение, так сказать, Леонардо Сидиел. Меня зовут Геннадий Сериков, я адвокат. Был адвокатом в России, закончил УКУ, опять закончил здесь другой университет, 3 года, и уже 20 лет работаю здесь как адвокат. И в последнее время меня очень заинтересовала транспортная индустрия по одной конкретной причине. Мы здесь ради одного и того же. Эта индустрия зарабатывает огромное количество денег. Огромное. Значит, для вашей информации, обмен товаров между Россией и Соединенными Штатами 29 миллиардов долларов. Обмен товаров между Китаем и Соединенными Штатами 400 миллиардов долларов. Обмен грузоперевозок по территории Соединенных Штатов только 800 миллиардов долларов. В два раза выше, чем обмен между Китаем и Соединенными Штатами. Поэтому, вы, господа, хотите или нет, вы входите в индустрию, которая делает сумасшедшее количество денег. А как вы будете зарабатывать деньги, зависит от вас. Но из моего опыта, еще незначительного, потому что я сам хочу сдать нас идеял, пройти весь ваш путь, сесть за руль и посмотреть, что это происходит в 60 лет. И я это сделаю. Поэтому я хочу, чтобы вы четко подошли к этому. Это профессия, это не работа. Работа это в ресторане поваром. Работа это секретарем в офисе. Но водитель грузовика это профессия. И если вы входите в этот бизнес, я советую, чтобы вы задумались, готовы ли вы к этой профессии или нет. И я понимаю ответ, что да, вы готовы, иначе бы вы здесь не сидели. И второе, я хочу вам сказать, что из моего многолетнего опыта, очень немногие индустрии могут предложить в обмен за 3-4 тысячи долларов, чтобы в следующий месяц вы не только вернули эти деньги, но еще и заработали себе на хлеб. Для примера, когда я 20 лет назад учился на адвокате, это стоило мне 40 с лишним тысяч долларов, и я должен был учиться 3 года. И только через пару лет я вернул банку эти деньги. Каждый из вас, заплатив здесь и вложив свои деньги, может вернуть это в первые 2 недели работы. Особенно, если у вас есть европейский опыт. Поэтому это индустрия, и вы туда входите в очень интересное время. Следующий год меняет все для вас. И две вещи произойдет. И LD позволит вам работать меньше и зарабатывать больше. Я знаю, что это звучит не так сказочно, но у компании не будет возможности это сделать. Почему? Потому что с начала нового года, вернее уже через 2 дня, на каждый груз, который сейчас перевозит один водитель, нужно будет как минимум полтора. Потому что LD нельзя переделать. Они все равно вас поймают. Это не бумажки переписывают. Поэтому траковые компании, они должны будут сменить свое отношение к вам, вы должны будете изменить свое отношение к ним. На сегодняшний момент не хватает 60 тысяч, как минимум, трак-драйверов. Через 2 года не будет хватать 190 тысяч. Другими словами, вы будете выбирать, куда идти работать. Это не очень много индустрии в США, где вы можете стоять вот так и говорить, у меня есть вот это, кто больше, кто лучше, кто круче, у кого лучше траки. Я вам так скажу, что сейчас, когда Селдерон развалился и 3,5 тысячи водителей потеряли работу, в тот же день им сказали, приходите к нам, и не просто приходите, мы даем вам 12 тысяч долларов бонус с разбивкой по частям, мы даем вам автобус, вы приезжаете к нам, мы оплачиваем ваше проживание, только приходите к нам и садитесь. Если сейчас я выйду вот так и скажу, я адвокат с 20-летним стажем, скажите, кто мне даст 12 тысяч, чтобы я работал? И отвечу вам, никто. Меня никто не ждет. Полковнику никто не пишет. Вот и все, вас ждут. Но, господа, я хочу, чтобы вы подошли к этому, как к индустрии. Кто из вас знает, сколько стоит грузовик новый? Она 280. Сколько стоит прицеп? Рифер. Порядка 250 тысяч долларов. Вы входите в бизнес, это не работает, бизнес. Ресторан стоит дешевле, можно купить. Гостиницу можно купить дешевле. Поэтому вы должны подходить к этому как бизнесу. Что вы хотите? Больше зарабатывать, открыть свой бизнес, а все в ваших руках после CDL. Я не пропагандирую, я просто говорю вам факты, которые я изучил за последние 4 месяца, поглощая информацию как принтер. 97% траковой индустрии – это мелкие и средние компании, от 5 до 30 грузовиков. Забудьте про монстрасити, вот эти, такие как Schneider, SWIFT, которые вы там будете видеть на дороге. В самой крупной компании в Америке, в SWIFT, работает 30 тысяч водителей всего. А по дорогам ездит 4 миллиона. Поэтому большинство из вас станет владельцами своего бизнеса. Поэтому я, когда ознакомился с тем, что здесь происходит, и не нашел ничего лучшего для себя, как просто присоединиться к этой команде, которая выигрывает, чтобы дать вам возможность иметь юридическую защиту. Пока мы не нашли, какая еще компания не только готовит водителей, но и как-то готовит их к тому, что они будут бизнесменами, что им нужны законы, и что им нужно перестать думать о себе, как о какой-то прослойке между рулем и сиденьем. Вы гораздо больше. Поэтому 97% это... Большинство из вас будет владельцами своей компании или уйдет из этого бизнеса. Это как на мотоцикле ездить. Или тебе нравится, или тебе нет. Ты не можешь там поедать, боюсь, или там что-то не так. Поэтому все ваши действия должны быть направлены на одно. Первый год, когда вы закончите. От вас Леонардо сидел, и я лично, как ваш адвокат, ожидаю только одного. Ни тикетов, ни аварий. Первый год вы не заработаете много денег. Только если у вас есть европейский опыт, и то вам придется перестраиваться по работе. Даже если вы... Если я ездил на казене, значит, что я смогу ездить на траке правильно. И тащить за собой 50 тонн груза со скоростью 65 миль в час. Поэтому первый год хотя бы постарайтесь без аварии, без этого. Я обещаю, что через год за вами будет стоять очередь. За вами будет стоять очередь в любую компанию. И вы будете выбирать, что вы хотите там делать. В траковой индустрии есть 7 примерно специальностей, которые приносят огромное количество денег. Это личный бизнес, private fleets, такие как Coca-Cola, Walmart, Amazon. Они будут контролировать очень много. И если owner-operator, большинство из вас будет от spot market, так называемый. То есть есть контрактные грузы, которые перевозят крупные компании, а есть spot market, в который вы выбираете, что у вас здесь. Обычно это Flatbed, Goosenex и DebtStatex. Они перевозят негабаритные грузы, которые никому не нужны. Для вас ELD это плюс. Для вас то, что разваливается компания, это плюс. Почему? Если у вас достаточно опыта, кто крутил уже баранку в Европе? Есть такие? Нет? Это в прошлом. Когда у вас будет опыт, вы можете... Сейчас развал компаний для вас это плюс. Во-первых, вы нужны. И во-вторых, грузовики будут бесплатно. Ну, если можно так сказать. Потому что вот этот... Ножницы между тем, сколько грузовиков было выброшено на маркет, потому что компании развалились, оно отставало. Сейчас оно приблизилось к тому же. То есть, если вы решили через год купить себе сами грузовик, вы можете сделать гораздо дешевле, чем если бы вы это сделали два года назад. Но вы должны принять это решение как бизнесмен. Если у вас есть 100 тысяч, и вам говорят, купи новый грузовик, то вы не должны этого делать. Вы берете оттуда 25, покупаете его в рассрочку, и 75 остается на ремонт и другие вещи. Тракивай бизнес, это бизнес. Там все стоит денег. Если на моей Субару стекло боковое стоит 200 долларов, то на любом траке это 1500, чтобы его поменять. И там 18 колес, которые стоят по 1000 этаж. Сколько бы Ройкин сказал этаж? 18 тысяч. Поэтому это бизнес. Чем больше у вас денег в кармане, тем больше вы будете преуспевать. правил дорожного движения. Для вас это просто азбука безопасности. Не будьте оленями на дороге. Не пытайтесь ехать быстрее всех, не пытайтесь ездить медленнее всех. Ездите так, как вы считаете себя удобным. Не давайте диспетчеру контролировать вашу жизнь. Он не сидит за рулем. Он не едет по обледенелой дороге. Он не знает, что вы испытываете. В тот момент, в том месте. Большинство диспетчеров в русских компаниях, они находятся в других странах, никогда не видели Америку. Вам, может быть, повезет, если диспетчер будет бывший водитель, который понимает, через что вы вот сейчас проходите. Поэтому научитесь с ними общаться. Если диспетчер вам угрожает, требует, обзывает, вы даете ему один шанс. И говорите, если ты еще раз откроешь рот и будешь так со мной разговаривать, следующий должен быть владелец компании. После этого, если Иона не понял, вы уходите в другую компанию. Вы просто пригоняете Рик, делаете фотографию, оставляете его там и уходите в другую компанию. Вас возьмут. Но еще один момент, который я хотел бы, чтобы вы имели в виду. Кто из вас в совершенстве владеет английским языком? Ты можешь забраться в контракте, который написан на 15 страницах, юридическим языком. Для тех, кто не может. Если вы что-то не понимаете, у вас lifetime membership Leonardo CDL, а я часть Leonardo CDL, до того, как вы подписали какую-то ахинею и сели за руль, и не знаете, что подписываете, позвоните Геннадий, я вам пришлю контракт, позвоните. И скажите компании, я не сяду за шаланду, пока мой адвокат не ознакомится с контрактом. Потому что вы можете сильно удивиться. И ваш разговор между владельцем компании и вас, который выглядит так. Ну годик поработаешь на меня, там такое, и то. Там разберемся, а ты гай, а я могу уйти через... Да-да, можешь уйти. И потом, когда ты уходишь, и мне звонят, говорят, мне не возвращают тебе пази за зарплату. Он говорит, а там написано в контракте. Я тебе все говорил. Ну, все, что написано на бумаге, то, что будет рассмотрено. Поэтому не понимаете, звоните. За четыре последних месяца я их прочитал десятки. Большинство из них написаны по-тупому, что хорошо для вас, но другие написаны очень умно, что очень плохо для вас, если вы уходите из компании. Еще один момент. Штрафы. Кто нарушал скорость на обычной машине? Я. Повезло. Мне тоже. 500 долларов каждый раз, когда я нарушаю. На траке это совсем другие деньги. И мы пытались здесь сделать на базе CDL решение этих тикетов для вас, как членов клуба. Не получилось. У нас не хватает мощности. Но мы нашли компанию, Евгений нашел, которая называется Legal Shield, и он ее официальный представитель, который говорит на русском языке с ними. За 30 долларов с копейками в месяц они предоставляют вам бесплатного адвоката в любой точке Соединенных Штатов. Если вы этим не воспользуетесь, то, наверное, вы, как я, или очень жадный, или не очень умный. Я не воспользовался. Но я шучу. Поэтому, если у вас есть возможность подписаться, подпишитесь. Называется Legal Shield, и Евгений вам все расскажет. Но я пытался сделать сам, у меня не хватило ума и возможностей. Потому что, когда в Ахайе где-нибудь, неизвестно где, вас поймали за превышение скорости, вы идете в местный суд, но это никаких денег. У вас и у меня не хватит мне туда лететь, у вас представлять. А компания уже нашла там адвоката, и ему будет оплачено из фондов этой компании Legal Shield. Пока ничего лучшего я не видел. 20 лет назад я работал в похожей компании, но тогда не было компьютеров. Да, я такой старый. Были, но они так не работали, как эти. И это единственное, что в нашей компании работало как часы, это штрафы. И чем больше семья, тем лучше оно работало, потому что реально они не платили ничего. Это все оплачивала крупная компания. Называлась она тогда Prepaid Legal Services. Ну, такое же. Поэтому обратитесь к Евгению, это вам поможет. Что еще? Никаких пререканий с работниками D.O.T. или полицейских. Я хочу вас сразу. Что бы вам в голове ни оказалось, если сзади вы увидели мигалки, вы в чем-то виноваты. Взади. Вы в чем-то виноваты. Вам даже не нужно спрашивать, чем он должен вам сам сказать. Единственное, что если это на дороге, чем вы можете показать, что вы знаете, что происходит, это если вы после того, как остановили трак, включили 4-way lights. открыли окно и включили верхний свет. Ложили руки на руль. Не надо пытаться выпрыгнуть. Получить две пули легко здесь, в живот. Он будет говорить вам, что делать. Вы просто сидите и смотрите на него. И он скажет вам, какой рукой, что заглушить, если ему это нужно. Но когда он подходит, он уже понимает, что вы в курсе и заботитесь о его безопасности. Он уже на вашей стороне. И он вам скажет, зачем вас остановили. Поэтому, когда вы говорите с полицейским или с диоте, не пытайтесь ему объяснить, как здорово вы владеете английским языком, как здорово вы знаете, как у вас должно работать. У него 4000 инспекций, если не в месяц, то в год. У вас столько не будет за всю вашу жизнь. И он это делает 20 лет. Для него вот это вот все. Он пьяный лучше знает, как это работает во сне, чем мы когда-либо научимся. Поэтому дайте ему делать свою работу. Просто слушайте. Да, нет, ИЛД, все. Если он нашел повреждения в этом, это для вашей. Потому что вот это вот, если взорвется на дороге и вы не нашли это, это если вам повезет, 800 долларов, если нет, может 3000 обойтись. Поэтому это ваши деньги. Пока вот эта вот штука едет, вы зарабатываете. Она встала, почти ничего вы не зарабатываете. Потому что чем лучше они вам скажут, что сломаны, тем лучше для вас. Это первое. Второе, у них есть определенные в каждом штате свои вещи, свои заморочки. Поэтому вы не сможете все 50 штатов выучить. Плюс еще умножьте, допустим, во Флориде 21 вейт-стейшн. И там разводят разные люди. Одни с севера, другие с юга. У них разный подход к проблему. Вам не нужно решать, как ему угодить. Вам нужно просто сидеть и слушать его указания. И вот, думать ему нравится это все, говорить вам или там показывать, но у него работа такая. Помогите ему это сделать. Сделайте это 20 минут, а не 2 часа с вашими разговорами. Это не то время, когда показать ваше знание английского языка и как вы умеете. Я вам обещаю, я сам был в полицейском в Москве 6 лет. Что еще? У вас есть мой телефон, у вас есть Женин телефон. Если вы попали в аварию и не знаете, что делать, просто перепуганы и насмерть, первое, что вы никогда не должны делать, двигать грузовик с того места, где вы попали в аварию. Даже если мир, вся наша планета по названию Земля перестанет крутиться, вы должны стоять там на месте. Это спасет вам головную боль и позволит вам, чтобы дождаться полицейского. Никто бы вам ни говорил, сдвигайте, перекрыл перекресток, мир остановился. Вы встали, 4 lights, взяли камеру и погнали снимать, что происходит, если это безопасно. Почему? Потому что левый поворот, все уже прошли, white turns, что происходит, когда олень на легковой машине или олениха, она решила вас обогнать слева и вы заходите туда. Вы проезжаете ей по капоту, если повезло. И как только это произошло, или вы ударились, все, встаете на месте, потому что в большинстве случаев подойдет гаишник и увидит, что она заехала за эту прерывистую линию. Если вы уедете туда, что она скажет? Это на олень, он переехал меня, я ехал в своем ряду. Он был очень этот. Поэтому останавливайтесь, сделайте, приезжает полицейский, говорит вам, куда уехать, и он уже будет знать все. Если в это время вы не знаете, что делать, звоните мне. Я вам скажу, что делать, или что говорить, или чего не говорить. Но, раз и навсегда, запомните, любые повреждения трака, любые повреждения прапортия, любые повреждения других транспортных средств, вы вызываете полицию. Не звоните диспетчеру. Этому все равно владельцу компании, он не хочет, чтобы он звонил в страховую компанию, потому что ему нужно будет платить дидактам. С вас уже снимут две с половиной тысячи долларов за это. Поэтому для вас не звонить в полицию нет никакого смысла. Что произойдет? К примеру, один из моих клиентов снес светофор в маленьком городе. Прицеп не пострадал. Чуть-чуть там его поцарапало. Ну, на пару тысяч. Он позвонил диспетчеру, он говорит, ничего страшного, мы отремонтируем. Про светофор забыли. Два года позже 40 тысяч долларов. И из кармана водителя почему? Владельц компании никогда не позвонил в страховую компанию? Потому что его не интересовал светофор. Он знал, что пока они разберутся, этот водитель уже уйдет и пусть они его ищут. Отвечает водитель, не компания. Вы виноваты во всем. И вы правы во всем. Поэтому любые повреждения звоните в полицию. Въехали задом, не попали, зацепили стену этого. Даже если говорят, все, уезжайте. Не-не-не-не. Звоните в полицию выписывайте. Потому что если они потом решат, что вы зацепили несущую опору на 40 тысяч долларов, это будет из вашего кармана. Вы все поняли? Я не быстро говорю. Полиция, ваш друг. И как Евгений всегда говорит, если что-то не понимаете, застряли туда, поехали, встаете, форфлэшес, приезжает полицейский, ему говорите, я не туда въехал, помогите мне сдать назад и уйти отсюда. Вы увидели мост и сказали, я не прохожу под этим мостом, даже если с подушки спущу. Просто стоите, включили, кто-то позвонит в полицию, он приедет и скажет, ты чего? Да, ошибся. Окей? Он уберет все машины, даст вам возможность сдать назад и уйти. Это лучше, чем вы снесете пол моста. Если вы не можете сдать назад в безопасности, кто сдавал уже на пермит. Помните вопрос, when it's safe, когда это безопасно, в большом грузовике сдавать назад. Помните ответ, никогда. Поэтому, если вам что-то не получилось, полицейский поможет вам безопасно сдать назад. Договорились? А теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть, потому что, как адвокат, я никогда не заткнусь, пока меня не остановит. то, что вы говорите, если вы запутался по дороге, если полиция вызвать, полиция у нас помогут выйти оттуда, но потом штраф напишут, что там... если они поймут, что ты профессионал, который сделал ошибку, их задача не наказывать тебя, уродов везде хватает, их задача, чтобы в городе все было нормально, чтобы там не было перекрыто движение, чтобы не было аварий. Ему... Напишут, что антикет не должен тебя беспокоить, тебя должно беспокоить одно. Как мне безболезненно выйти из ситуации, не повышая кровяное давление к такой степени, что я попаду в госпиталь от страха? Евген, я отвечу на этот вопрос. У меня были такие случаи, в Нью-Йорк, когда ты езжаешь в Нью-Йорк, там грузовые машины, легковые машины идут сверху, через мост, а легковые, а грузовые снизу. Я что-то задумался и пошел наверх. Естественно, я приезжаю туда, выезжаю сюда, тут же полицейский стоит за мной, уезжает мигалки, следует за мной. Ну что, антикет нет, она меня, женщина, она меня вывела оттуда, поставила на дорогу, и езжает, все, никаких тикетов, ничего, он понимает, что ты ошибся. Если вы что-то ошибаетесь, это проблема нет. Если вы нарушаете, нагло, вас на это закажут. Был у меня еще тоже, я пропустил знак, что на мосту, на этом нельзя трак, там временно какое-то поставили, что нельзя траком на этот мост проезжать. Я проскочил, он меня догоняет, там знак, я не видел, уезжай за мной. Все, меня обратно увел, все, уезжай, я туда езжай. То есть, это не будет этого ничего. Но если вы нарушили нагло, вас накажут. Пожалуйста, еще вопросы есть какие-то. Еще есть какие-то вопросы. Самое главное, поймите, что это бизнес здесь для всех. Бизнес, который должен двигаться. У вас, у вас будет, самое главное для вас, это первое, чтобы вы за рулем не паниковали. У вас будет постоянно стрессовая работа. Олень подрезал, что-то не сломалось, взорвалось колесо. Но вы поймите, что для вас это работа. Это как для меня, что сломался карандаш или не работа и компьютер. Если я начну все швырять, это вам легче не станет. Поэтому будьте как можно спокойнее. Планируйте это все. У вас должны быть план на случай, если колесо взорвалось. И вы спрашиваете диспетчера, если у меня спустило колесо, куда мне ехать по этому пути? Если он не знает, то вы должны знать, он не готов. К примеру, вы не можете ехать со спущенным колесом, даже если у вас их 18. Но если вы попытаетесь делать его на дороге или полицейский вас остановит, у него есть у полицейского только один выбор. Вызвать вам то утро, которое обойдется вам 3-4 тысячи долларов. Поэтому, если вы не готовы решить эту проблему сами, то решат ее за вас, за ваши деньги. Конкретно. Чтобы вы знали. И так во всем. Не работает фара, ему не интересно. Знаете, как лампочку заменить или где ее заменить, он вас выставляет в отстой, на out of service, пока вы не исправите это. Поэтому, если у вас нет простой отвертки и пассатиш, вы будете там стоять, пока не приедет парень за 300 долларов, поменяет вам лампочку. И так во всем будет. Вы отвечаете за все. Это ваш грузовик. И причина, почему это? Потому что, если позволить водителю уходить от ответственности каждый раз и говорить, что мой владелец не сделал это, то по Америке ходили бы, как по Индии, грузовики, которые ездят на трех колесах или на дисках. Этого не будет. Вы не сможете переложить свою ответственность на плечи кого-то другого. Она ваша, и вы так к ней относитесь. Что еще вы хотите знать? Многого я не знаю про сам траковый бизнес. Я еще не получил с идеял, еще не поездил. Я адвокат, поэтому я знаю юридическую сторону ваших вопросов. Поэтому, второе, вы должны учиться общаться с диспетчером, с шипером, с компанией, со всеми. Общаться как хотите, но не закрываться. Потому что постоянно будут проблемы, которые вы будете решать. Вы приехали разгрузаться, вам говорят, что вам нужно разгружаться завтра. Вы говорите, должны объяснить, может быть, сегодня разгрузите, чтобы мне не стоять здесь. Вы приехали, у вас не забирают груз, вы тоже обсуждаете, почему не забирают. Потому что температура упала ниже нормы, и у нас датчик внутри, шпионский, зарегистрировал это. Вы должны знать, куда сдать этот груз, если они не принимают. Или ваш диспетчер должен это знать. Многие вещи просто планируйте. Не сходите с ума, звоните и говорите, и говорите, и говорите. Но для многих из вас это будет профессия, для многих из вас это будет путь иметь свой бизнес. трудно мне сказать, какой бизнес. Каждый из вас может зарабатывать груз, то есть вместе почти 300 тысяч долларов. Немногие бизнесы могут груз только зарабатывать. Да, у вас будут огромные расходы, дизельное топливо 10 тысяч, страховка и прочее, но бедствовать вы не будете. Но и работа непростая. Но опять же, это единственная индустрия, в которой заплатив очень осмысленные деньги, можно их заработать за неделю. Поэтому я хочу, чтобы, опять же, вы закончили первый год ни штрафов, ни аварий. Полицейские ваши друзья, диспетчером управляете вы. Он не знает, что происходит, где вы сейчас. Там снег идет или не снег, что там кто-то, парень, попал в аварию и вы стоите три часа, или шипер отказывается принимать ваш груз и вы не знаете, почему. Пусть это решает компания. От вас требуются конкретные вещи. Вы садитесь в грузовик, который вы осмотрели, с документами, которые у вас должны быть. Права, медицинская карта, полная или короткая, страховка. Если вы едете в рейс на месяц, а страховка заканчивает через неделю, диатишнику все равно, почему она не продлена. Это ваша вина. Вы не должны выезжать, если вам обещаниями кормят. Мы это продлим, может быть, он хочет выйти из бизнеса, у него нет денег заплатить страховку, которую надо платить. Вас остановят и вас посадят в отстой. Это понятно? Какая лежит на вас ответственность? Она большая, но она в состоянии. Вот это все позволяет вам решать все вопросы, зная, что вы стоите, что вы можете требовать от других людей и что вы требуете от жизни для вас. С другой стороны, это классная индустрия, которая позволяет вам, если вам нужны больше денег, вы можете больше заработать, меньше вы можете меньше зарабатывать и больше видеть семью. Но это профессия. Чем больше я изучаю, тем больше... Я водил грузовики, но это было, когда мне было 20 лет, и я трубы возил в Сибирь на газопровод. Там не было гаишника. Все, что они подходили и спрашивали, водка есть? Да. Пей. Холодно. Замерзнешь. Встал, жги колеса. Зачем? Замерзнешь. Может, я пойду куда-нибудь? Нет. Жги колеса, за тобой приеду. Здесь все по-другому. Но я думаю, что часть из вас будет на всю жизнь там, потому что немного работ в Америке, где так хорошо платят и не нужно ничего тяжелого таска. Еще вопросы, господа? Тогда спасибо огромное за внимание. Я очень рад был с нами поговорить. Если будут вопросы, то обращайтесь. Если нужны мои данные, то я вам дам просто карточку, и вы сможете мне звонить в любое время. Но звоните до того, как вы что-то подписали. Обычно я так говорю. Лучше позвонить мне за пять минут до того, как вы подписали, а не одну минуту после того, как вы уже все подписали. Хорошо? Спасибо. .